привет друзья нацвела у меня как обычно целая толпа растений и я как всегда хотела сделать наверное просто обзор такой общий но потом что-то подумала и решила сделать небольшое видео о том как я делю размножаю свои дендрофаленопсисы ну и начнем вообще с того какие растения я делю какие я считаю что можно еще подождать вот сноуджат он уже у меня тут находится на цветании и он выдал новый рост показываю куст куст уже такой значительный и он даже слегка перевешивает в одну сторону эти хорошие у него уж такие хороший кустик и вот внизу видно ростик вот он наклюнулся но этот куст я делить пока не буду потому что тут у него еще есть место где расти сейчас можно что сделать можно повернуть к источнику света растения чтобы вот этот вот новый рост тянулся именно в нужную нам сторону и чтобы как бы выровнять его рост чтобы он шел дальше в горшок а не за пределы горшка но тут ему еще есть где расти содержуя свои дендрофаленопсисы в чистой коре и субстратом этим я очень довольна в плане чего он не скажем долго как же сказать он долго не портится и пересадки в таком субстрате часто не нужны он дает достаточную аэрацию в горшке то есть воздух там может хорошо циркулировать отверстия на стенках горшка дендрофаленопсисом я делаю но делаю не всем делаю я это скажем так я сажу растения и смотрю на его реакцию если вот в закрытом полностью без отверстий боковых стенках горшка растения чувствуются хорошо то я оставляю вот так а если же ну бывает видно прям по растению что ему видимо очень сыро не хочет он туда растить в глубь горшка корня растит их куда-нибудь на поверхность то тогда я конечно же уже при пересадке делаю такому дендрофаленопсису в горшочке отверстия вот этот куст я делить не буду а вот этот друзья я уже поделила посмотрите какой хорошенький так много цветочков освещение конечно здесь не очень хотела бы снимать на балконе как и раньше но там очень неудобно там мало места и поэтому приходится чем-то жертвовать здесь можно удобно поставить растения там растение удобно не расставишь будет все падать и как обычно я буду трясти камеру ну вот вот такой вот классный этот дендрофаленопсис я привозила спата и в миксе и мне он очень нравится такого цвета у меня вот еще не было до до него форма прикольная такая вот вообще смотрите как завернул он лепесточки вот вот такой вот красоту пушистый цветонос прям прям такой вертикальный у меня многие дендрофаленопсисы растят цветоносы которые как бы не спадающие но вот наподобие того что как изогнутые получается клоняться в немножко вниз а этот прям вертикальный и так его я уже поделила 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 я его так как делают многие девочки которые занимаются котлеями вообще кстати очень классный метод и мне он очень понравился я его буду использовать и дальше смотрим что у нас тут получилось когда ты делишь растение ну вот вытащив его из горшка ты ребушишь вот эту всю корневую систему и получается что растение испытывает двойной стресс когда ты его таким образом делишь а здесь же получается такая какая-то более гуманная смягченная вот это вот вся история за счет того что корневую ты сначала не трогаешь до делаешь просто хороший срез в нужном тебе месте разрезаешь резому как бы на части здесь не знаю будет ли видно хорошо вот здесь вот срез сейчас попробую как-нибудь по-другому немножко другого ракурса вот здесь видите он разрезан срез у меня в данной ситуации получился не очень корректный тубер как бы знаете как получается получается как скосила немножко ну это не принципиально тубер видите такой не особо большой но остался жив ничего с ним не произошло вот сред сделала и ждала когда появятся новые росты у обоих частей моего дендрофаленопсиса но у одной рост появился гораздо быстрее классный классный да мне нравится хорошенький а у второй части он появился чуть позже и в итоге у меня получилось такое немножко не это как сказать мне пришлось теперь ждать когда вызрит вот уже который большой туберочек чтобы не упустить цветение ну собственно ничего страшного в этом не произошло сейчас после отцветания я просто уже вытащу растение и аккуратно его постараюсь просто рассадить на два горшочка так как резома уже разрезана от этого стресс он уже не испытает и вот видите во второй части тоже уже есть хороший новый рост такой не маленький нормальный ростик вот в такой ситуации видите он уже растит корни за пределы горшка и следующий рост скорее всего вообще будет находиться за пределами именно вот это меня исподвигло разрезать его сейчас ну то есть поделить растение уже было готово к делению ему уже нужно было делиться вот вот такой симпатяга а дальше мне еще кое-что интересное ой многим очень нравится вот этот вот розовый полосатик хорошенький вот это растение посмотрите он вообще растет в стопке ну не в стопке а в пластиковом стаканчике у него вообще история такая я когда микс привезла начала распаковку всю эту ну пересадку распаковку и у меня отлетели видимо при транспортировке от какого-то из дендрофаленопсисов вот самые первичные тубер очки по одному прям вот один тубер он размером ну наверное с первую фалангу мизинчика был вот тут видно вот самая старая вот эта вот штука вот это вот она с нее собственно я его и выращивала ну так можно было конечно и выкинуть ну что там морочится да грубо говоря но мне всегда почему-то жалко но если оно живое еще почему не попробовать вырастить и я его посадила в пластиковую стопочку тогда я еще видео не записывала сейчас добавлю наверное сюда фотографию если найду эту фотку как они были посажены прям пластиковая стопка мох и и кора такая не сильно крупная прям просто ткнул эту бульбочку туберочек этот она больше на бульбу даже было похоже она не длинненькая она вот прям кругленькая ткнула ее в пластиковую стопку которые именно стопки и стала ждать думаю вырастет вырастет не вырастет и да и бог с ним ничего страшного из этого не произойдет красавец вот не знаю почему он очень многим нравится и мне он нравится я очень его хотела когда везла у меня такой уже есть красоту но там правда тоже была история его с одного взрослого тубера растила самый такой был печальный экземпляр во всем миксе ну вот и знаете к моему удивлению вот эти два у меня малыша стали расти росли достаточно хорошо сейчас покажу есть еще вот второй второе растение вот тоже он тоже был выращен именно вот с микро микро тубера вот он по моему где-то да вот его видно вот здесь вот где он вот вот с этой вот по моему козюльки его выращивала сейчас тоже тоже хорошенькая растение возможно он тоже даже процветет узнаем какого он цвета вот ну и собственно это я к чему показалось что ребятки не надо отчаиваться если даже там осталось какие-то крохи от растения если оно вам дорого то его всегда можно восстановить дальше моя любименькая красотулечка этот дендрофаленопсис это подарок как бы показать там два цветоноса вот видите один просто он один поменьше и он внизу вот это подарок с рынка в паттайи продавец орхидей мне подарил его такой тоже он был такой малюсенький ну так вот прям вот сейчас покажу первые вот убера смотрите прям совсем они живут тоже с первую фалангу наверно пальца вот такой он был и со временем я думала он такой останется мини-мини но он вот видите вырасти уже такие достаточно сравнение с первыми его бульбами хорошенькие росты и раньше вот поначалу он у меня очень почему-то капризничал и сушил бутоны то есть вот он выращивал также цветоносно которым возможно даже 6 там цветочков может больше но после этого вот прям бутоны уже почти готовые к распуску усыхали 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 распускался один от силы и держался он недолго но сейчас видимо растение акклиматизировалась адаптировалась он уже даже пересажен второй раз потому что горшочек стал ему тесноват ну и уже сейчас по моему ему снова тесно надо будет его уже кстати тоже можно поделить вот и теперь он молодец такой цветет и видите не усушивает ничего здесь засвечивает конечно цвет у него такой красивый он более яркий а здесь почему-то на видео получается он прям какой-то бледненький блек ленький в реале он гораздо красивее ну вот и знаете еще что интересно он мало того что эти два цветоноса вырастил вот сегодня перед съемкой увидела что он из этого же цветущего уже тубера растет мне еще один цветонос вот какие они благодарны дендрофаленопсисы за это очень нравится один тубер может процветать по несколько раз вот даже кстати здесь видно смотрите три цветоноса было на вот этом тубере 2 и вот так он весь у него везде не меньше двух цветоносов монет вот есть где по одному но очень очень часто он не выдавал по два цветоноса при том уже отцвел потом через какое-то время он выдавал еще цветонос бывает что два разом растут классный дендрофаленопсисы конечно это такие прям суперские растеньки ну и вот хайнанский хотела показать он тоже уже на цветание я его принесла показать только тоже опять же по поводу деления посмотрите стоял он у меня на подоконнике и куст тянулся в сторону света он наклонялся и вот в итоге сейчас его постоянно перевешивает тут уже тоже горшок почти занят но я не скажу что очень пышный куст ведь он по прямой как рос рос и его я скорее всего поделю но не потому что он как бы выразиться не потому что он уже прям вот настолько разросся а скорее чтобы больше выровнять растения чтобы она не падала потому что травмируются растения не перевешивают и его я скорее всего да тоже наверное разделю корни у него во все стороны такой вот ну и последнее что хотела по дендрофаленопсисом показать это вот такие еще бывают ситуации детка на макушке это дендрофаленопсис приобретенный у меня в этом году буквально весной покупала я его были вот только три тубера вот эти старые сейчас у него пошли два новых роста снизу но видимо растение определение испытала стресс я так полагаю и выдала еще на всякий горит случай вот такую вот на макушке не значит попробую как не с другой стороны показать вот видите он прям из макушки растет еще деточка про вот такие детки я хотела сказать одну такую простую вещь ребята не стремитесь ее сразу отделять даже если она уже вызревшая даже если она уже достаточно крупная я не советую отделять именно вот один тубер потому что это существенно дольше будет потом появляться новый рост желательно дождаться когда уже у вот этого тубера уже вызревшего появится новый ростик и вот после этого со вторым ростом уже отделять так процесс роста у него пойдет гораздо быстрее ну и естественно нужно дождаться хорошей корневой здесь у него корешков мало вас то так что этот отросток будет у нас расти еще на материнском растении ну вот собственно все что я сегодня хотела показать под эндрофаленопсисом надеюсь кому-то было полезно какая-нибудь из этой информации ну и я никому честно ничего не навязываю просто вот рассказала как делаю я потому что все опять же зависит от ваших условий и от той же влажности у вас в помещении в вашем городе от температур я просто делюсь своим опытом ну все собственно всем пока хороших вам пышных цветений чтобы ваши растения вас радовали